Всем привет с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, и мы сегодня с новой осенной проекте Amazine Holy Play. Все ссылочки, как начать со мной играть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной на проекте Amazine Holy Play. Также, чтобы вам было легче, можете вводить по промокод, пишите MM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера, ну и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому вводите, и потом вы сможете себе купить машину, квартиру и просто кайфовать, поэтому вводите промокод, качайте 10 уровень. Короче, пацаны, в чем суть данного ролика? Сегодня я вам покажу мою самую дорогую покупку за последнее время, и одну из самых дорогих покупок за всю мою игру. Поэтому, видос обещает быть интересным, также я покажу еще одну машину, ну и покажу сейчас тачку, которую я еще купил в семью. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Я сегодня решил записать видос именно с графикой, без сборки. С графикой реально, ну, красивее все выглядит, но проблема именно графики в том, что FPS как бы падает, и игра не становится не такая плавная, как это со сборкой происходит. Но, в целом, очень-очень даже красиво, даже можете посмотреть, допустим, на Мурку, Мурка просто с графикой совсем по-другому выглядит. Ну, реально сочная такая бэшечка, особенно этот цвет, поэтому с графикой, конечно же, играть по кайфу, но игра не такая плавная, поэтому со сборки мне нравится немножко больше, чем с графикой. Давайте я сейчас вам покажу машину, которую я купил в семью, в первую очередь, и покажу для тех, кто предыдущий видос не смотрел, которые я какие-то тачки купил. Вот она, пацаны, Волга, я ее купил сегодня, как бы. Я просто второй раз записываю этот видос, потому что первый раз я забыл включить запись, понимаете? Именно поэтому приходится перезаписывать. Там такой сочный видос, пацаны, получался, я просто в ахере. Короче, мы, пацаны, уже все ваучеры потратили, то есть я за два дня потратил, ну, почти 4000 ваучеров, то есть, ну, это реально жестко. Как по мне, ну, это очень прикольная машинка, у нее даже звук такой прикольный, то есть, это 24-я Волга, пацаны. Это реально престиж просто, ну, советский престиж, то есть, это реально прикольная такая машинка, которая лично мне, как бы, очень понравилась, то есть, ну, реально она прикольно выглядит, тем более летом кабриолет, пацаны, вы сами понимаете, то, что это реально очень круто. То есть, мне эта тачка очень сильно понравилась, то есть, я не жалею то, что я ее купил, я думаю, можно будет еще одну такую купить, хотя, блин, просто лето заканчивается, последний месяц, и зимой кабриолет, я думаю, не очень будет круто смотреться, хотя, напишите в комментариях, как вы считаете, покупать еще один кабриолет или нет. Просто, ну, посмотри, как он выглядит, блядь, семейные номера, кабриолет, 24-я Волга, морда такая пиздатая, пацаны, ну, согласитесь, то, что, ну, реально классно смотрится, тем более, как бы, этой машины нету ни одной семьи, и, то есть, ну, это реально прикольная такая тачка, которая будет 100% выделяться, я считаю, то, что я сделал правильно, то, что я ее приобрел, да и, в целом, она мне очень сильно понравилась. Итак, дамы и господа, я думаю, пришло время вам показать то, что я себе приобрел, как бы, самая дорогая покупка за последнее время, а именно, это у нас получается вот такой вот корвет, фу, блатными раме, 3А, 3 восьмерочки, пацаны. Я эту машину приобрел уже где-то почти, ну, ладно, не почти, там, ну, где-то две недели назад, короче, я приобрел, примерно где-то в это время, то есть, я вам ее не показывал, потому что я уезжал, как бы, в деревню, и, в принципе, я не записал видос, ну, пришло время, как бы, вам рассказать про этот автомобиль, отдал я за эту машину, пацаны, 100 миллионов рублей, но я отдал не полную сумму, еще 25 миллионов я, в принципе, должен за этот автомобиль. Пацаны, эти номера были, помните, у кого? У Матвея Вилла, они стояли на X5M, потом, когда вышло обнова, X5M заменили на Hammer и добавили, получается, на Event. Ну, X5M, пацаны, такой был пиздатый, помните, просто, на этих номерах, когда я на нем катался, типа, у меня еще видос есть на канале, вот, он был именно на этих номерах, как бы, и вот, спустя время, как бы, я их выкупил, и отдал за них, пацаны, просто 100 миллионов рублей, понимаете? Ну, я максимум за номера отдавал 80 миллионов, то есть, получается, это самые мои дорогие номера, за которые я отдал, как бы, 100 лямов. Больше 80 лямов я никогда за номера не отдавал, то есть, за 6 лет игры, сколько я играю на проекте, как бы, это самая большая сумма, которую я отдал, которую я отдал за номера. Но эти номера, пацаны, я буду переставлять на другой автомобиль, а именно на новый елик с Nitro, но без аудиосистемы, потому что, как бы, да, коровет прикольный, то есть, то есть, да, короветик такой прикольный, как бы, он быстрый, у него максималка 306 километров в час, то есть, машина реально, пацаны, очень кайфовая, очень быстрая, классная по управлению, полный привод, но, пацаны, мне очень нравится новый елик, и именно туда я хочу эти номера переставить, но это произойдет аж где-то в конце месяца, потому что у меня пока, что нету доната, и, в принципе, нету бабок, то есть, вертов, чтобы купить себе елик с Nitro, именно поэтому эти номера пока, что будут стоять на коровете, ну, в принципе, они тоже здесь неплохо смотрятся, как бы, я думаю, вы согласитесь, ну, реально пиздато смотрятся эти номера, можем даже тапочку в пол дать, просто, ну, реально очень хорошее ускорение управления, то есть, ну, коровет реально пиздатый, но я себе больше хочу реально елик, елик тоже полноприводный, в принципе, да, у него максималка будет меньше, но, ну, мне реально хочется очень сильно елик себе, прям, очень сильно хочется себе елик, и на елик уже переставить эти номера, на елике эти номера будут тоже очень-очень хорошо смотреться, поэтому, пацаны, вот такие вот делишки, как бы, вот, можете меня поздравить, как бы, я уже потихоньку начинаю собирать обратно коллекцию восьмерочек, поэтому все должно быть, как бы, по кайфу. Также, пацаны, я себе приобрел еще один автомобиль, но это так чисто, знаете, ну, по приколу, чисто я ее купил за 1 миллион рублей, просто здесь номера такие, знаете, прикольные, вот такая вот, пацаны, машинка, это девяточка, вишневая девятка просто, ну, я просто любитель девяток, потому что в прошлом году, летом, у моего друга была девятка, в принципе, похожего цвета, то есть, ну, мы на ней реально много отъездили, каждый день ездили на речку, то есть, реально было по кайфу. Конечно, эта машина, как бы, вообще без нитро, без наняжения, просто обычная восьмерочка на симпатичных номерах, то есть, у меня есть номера 3А, 3 восьмерки, и теперь у меня есть еще номера 3А778, то есть, ну, это реально прикольно, ну, я чисто из-за номера ее взял, потому что, ну, я хотел себе, ну, я хотел себе вообще девятку, только с аудиосистемой, конечно, мне, конечно, с графикой машины все по-другому вообще выглядят, то есть, я когда покупал эту машину, когда я играл со сборки, то есть, без графики, ну, она так ущербно выглядела, и цвет был вообще не такой, а сейчас с графончиком, бля, такая булочка просто, сучка такая, на дисточках, прям, мне очень сильно нравится, и номера тоже симпатичные, как бы, ну, мне по кайфу просто, просто две тачки себе приобрел, пацаны, как бы, магнум у меня еще есть, в принципе, мурка есть, то есть, все, как бы, есть у меня, вот этот магнум, если что, как бы, не мой, вот этот АРУ восьмерочки, мне его дали на время покатать, хотя я уже себе купил личный магнум, теперь, короче, у меня мур семерки, пацаны, а восьмерки, топ восьмерки и а778, то есть, потихонечку уже будут собирать свой автопарк, как бы, будут собирать номера, тем более, скоро должно выйти обновление, Будут регионы И возможно номера еще подешевеют И мне это сыграет на руку Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Напишите в комментариях, понравилась вам Волга или нет Понравился ли вам Корвет или нет Короче, напишите в комментариях свое мнение По поводу данного видоса И по поводу того, что я купил за машины Все пацаны, всем спасибо, всем пока-пока